Сегодня компания JET пригласила к нам замечательных экспертов от компании XTRON для того, чтобы обсудить решения для центров мониторинга, образования и корпоративного сектора, поговорить об оборудовании, поговорить о проектах. Для тех, кто первый раз участвует, расскажу, что тут можно делать. В чатике можно приветствовать друг друга. Спасибо и пожалуйста. Чтобы вопросы к ведущим не потерялись, прошу писать их в раздел «Вопросы». Также у нас есть заранее присланные вопросы. Я в конце презентации их обязательно задам нашим уважаемым ведущим. Ну и если кто-то захочет выйти в эфир, наши ведущие и я в том числе можем подключать в прямой эфир, чтобы разговаривать голосом, потому что вебинары вебинарами, а все хотят общаться. Начинаем. Спасибо, Ольга. Представлюсь. Меня зовут Сергей Печенко, технический аккаунт-менеджер компании «Экстрон». Работаю в московском офисе. Со мной сегодня мой коллега Александр Руднев, технический аккаунт-менеджер, тоже работает в московском офисе. Коллеги, меня слышно? Да, отлично слышно. Замечательно. Хорошо. Хотел бы сказать спасибо компании Jet за приглашение. Очень приятно, что они нас сегодня здесь все собрали. Хотел бы прочитать минуты 15-20 презентацию. Скажем так, если совсем глубоко идти по линейкам нашего оборудования, мы можем здесь на несколько дней, на самом деле, с вами в прямом эфире быть. Хотелось бы больше дать пищу для диалога, для размышлений. Скажем так, за 20 минут донести общую идею. Так что давайте я включу свою презентацию. Какие-то будут вопросы возникать, пишите их, пожалуйста, в чат, в группу вопросов. Мы их обязательно обсудим. И надеюсь на интересный диалог. Давайте, коллеги, начинать. Все видят презентацию? Замечательно. Хотел бы начать пару слов относительно компании XTRON. Потом продолжить представление московской команды. И рассмотреть, скажем так, некоторые антикризисные рецепты максимально актуальных проектов и решений, которые видятся на сегодняшний день. И закончить обзором тех информационных ресурсов, которые есть, чтобы не запутаться в многообразии решений и проектов, которые мы представляем. Пару слов о компании XTRON. XTRON – это компания, которая производит оборудование профессиональной мультимедиа, это оборудование для работы с видео, аудио и системы управления. То есть фактически наша компания ставит во главу угла именно инженерное качество наших приборов. Об этом говорит такой факт, что основатель компании является инженером. Он сам с середины 80-х годов участвовал в разработке большого количества оборудования, которое у нас в линейке. И поэтому мы стараемся, в том числе и в кадровой политике, следовать не просто продавцов, консультантов, а именно с точки зрения инженерной поддержки. То есть у меня техническое образование, у моего коллеги Александра Руднева техническое образование. И мы, скажем так, очень хорошо ориентируемся и в линейке, и в технологиях, которые это оборудование реализует. Помимо того, что у нас есть главной офис в пригороде Лос-Анджелеса, у нас больше 40 локальных офисов по всему миру. В том числе и московский офис, из которого я сегодня веду трансляцию. Это офис, который осуществляет информационную поддержку и техническое обеспечение. Это мои коллеги, команда, которая работает на поддержку проектов в России и странах СНГ. То есть, обращаю ваше внимание, не только Россия, но и Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Закавказье. Это все те страны, где мы можем помочь, советам, подсказать. И, соответственно, качество решений лежит на нашей ответственности. Коллеги, которые находятся в верхнем ряду, это коллеги, которые работают физически в московском офисе. Коллеги, которые во втором ряду, это коллеги, которые помогают нашему команде удаленно из голландского офиса, который отвечает за макрорегион ЕМИЯ. Хотел бы также сказать, что у нас в нашем московском офисе работает гарантийный сервисный центр. То есть, все нюансы, которые возникают с оборудованием, мы решаем непосредственно в нашем московском офисе. И бывает в последнее время много вопросов относительно нашего функционирования. Мы полностью не прерывали свою работу. Ни один из заводов нашей компании не прерывал работу. И в том числе и московский офис продолжает работу как по технической поддержке. На данный момент удаленно, через звонки, скайп, зум, почту. Так и гарантийный сервисный центр у нас не прекращал ремонт. Поэтому, если возникают какие-то вопросы относительно нашего оборудования, мы с радостью их решим. Наш офис находится на севере Москвы, недалеко от офиса компании Jet. Поэтому, коллеги, когда все наладится, с удовольствием приглашаем в наш офис. Давайте вкратце посмотрим, какие решения мы считаем сейчас максимально актуальными. Это решения, которые позволяют, во-первых, работать с информацией, с агрегацией информации относительно того, что происходит. Это и дорожная обстановка, это и медицинское обеспечение, это и сводка относительно какой бы то ни было ситуации производственной, криминогенной. То есть то, что нам дает понять, что происходит в мире вокруг нас. И, естественно, это удаленные коммуникации с точки зрения корпоративного сектора и образования. То есть то оборудование, которое позволяет нам с вами видеть и слышать друг друга, даже находясь в разных городах и странах. В довершение хотел бы в паре фраз рассказать про технологию, которая позволяет упростить жизнь как конечного пользователя, так и интегратора при создании проекта. Решение, которое отвечает за удаленный мониторинг и управление оборудованием. То есть без физического присутствия, чаще всего без физического присутствия человека на площадке позволит решить большой класс возникающих проблем. То есть минимизировать и обеспечить социальное дистанцирование, о чем нас все усиленно просят в последнее время. Давайте начнем с центров мониторинга. Во-первых, хотелось бы сказать, что центры мониторинга бывают разные, совершенно разные. Это может быть и временная комната для совещаний районного масштаба. То есть есть руководитель небольшого города, и он собирает, должен иметь комнату, где он будет выходить на связь с главой муниципалитета, главой области, допустим. Допустим, мы все видим по телевизору, как губернатор Подмосковья собирает глав городских образований и спрашивает от них отчетность. То есть необходимо сейчас, к примеру, организовать такое место, чтобы можно было легко поделиться информацией и из него выйти на связь ВКС. Бывают центры контроля управления, то есть те объекты, куда сводится вся информация относительно того, что происходит. То есть не просто какие-то отдельные письма, отдельные видеофайлы кто-то сбрасывает, а непосредственно, постоянно стекается информация об актуальном состоянии систем и объектов. И также есть залы, которые предназначены для того, чтобы обмениваться в реальном времени определенной информацией, то есть кто-то приносит презентацию, обсуждает мозговые штурмы и так далее. Перейдем к практике того, где мы можем применить. Вот, допустим, один из примеров реализации институционного центра, который я бы сказал, размера более чем среднего. У нас здесь есть видеостена, то есть это средство отображения, которое отображает то, что происходит на рабочих местах операторов, аналитиков, либо непосредственно информацию из аналитической системы. У нас есть оборудование, которое позволяет отображать информацию в каком угодно варианте, то есть комбинировать несколько изображений на одном экране, либо одно изображение показывать на больших экранах, стоящих из нескольких мониторов. Это процессор видеостены, допустим, Quantum Ultra. Он может объединять не только одну видеостену, но и несколько дополнительных видеостен в единое информационное пространство. То есть у нас целое погружение в информацию мы можем обеспечить с помощью нашего устройства. Но, скажем так, это одна часть системы, это то, что отвечает за отображение информации. Также у нас есть оборудование, которое отвечает за то, чтобы собрать информацию с рабочих мест операторов и в нужном месте ее отобразить. Это система видеокоммутации, как пример, это может использоваться и видеоматрицы различные, в том числе и, как здесь показано, например, Fox 3. Матрица – это большое устройство размером 320 источников, то есть 320 компьютеров мы можем подключить к 320 средствам, отображения, то есть это довольно глушительный размер системы видеокоммутации, для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование и передачу информации на средства отображения, для того, чтобы лицо, принимающее решение, видело всю необходимую информацию в одном месте. Также очень полезно, очень важно иметь помещение, куда люди, которые должны принять решение, собираются и заслушивают какие-то отчеты отдельно от основного зала, делятся какими-то вводными, но это помещение должно иметь двустороннюю связь с основным центром аналитики. То есть у нас есть место, где сводится информация, и у нас есть место, где эта информация обсуждается. И чаще всего это необходимо сделать так, чтобы это был единый комплекс информационно-визуальный, то есть чтобы вся информация из одного астационного зала была под рукой, люди, у людей, которые совещаются в совещательной комнате. Опять же, здесь должно быть различный класс оборудования подключены, проводные ноутбуки, беспроводные планшеты, чаще всего необходимо обеспечить подключение. И относительно размера данных помещений, это могут быть как небольшого размера комнаты, среднего, это может быть комплекс комнат, это может быть комплекс больших залов в разных зданиях. У нас для каждого из случаев, для каждого из примеров есть, скажем так, рецепт наилучшего применения. На каждый из комплексов найдется свое решение. То есть от небольшого системы видеокоммутации, аудиокоммутации для одного-двух помещений, и, как вы видите, до 4000 информационных каналов мы можем обеспечить коммутацию с использованием определенных систем. Помимо систем работы с видеоинформацией, мы фактически закрываем с точки зрения единого бренда, единого экосистемы от ключков, то есть от кабелей. Человек пришел с ноутбуком, положил его на стол, подключился, это уже начинается работа с оборудованием X-TRON. И до системы мониторинга бронирования. То есть от аппаратного, от физического воплощения, от кабелей, до информационного обеспечения можно собрать оборудование X-TRON. Помимо этого, решение, где используется наше оборудование, позволяет обеспечить интеграцию с различными информационными системами. Допустим, как сейчас часто приходится обращаться к специалистам, которые удаленно находятся, допустим, в больнице, на месте происшествия, которые используют в качестве терминала свои телефоны, планшеты и так далее. Мы также можем обеспечить передачу информации от данных специалистов в нашу систему, то есть чтобы люди, принимающие решения, видели актуальную информацию непосредственно с места происходящего. И мы можем выдавать какие-то рекомендательные данные, рекомендательную информацию непосредственно участникам на месте событий, и, допустим, они передали фото и видео того, что происходит на месте происшествия, аналитическая команда проявила мозговой штурм и выдала определенные рекомендации, которые сразу же попали специалистам на их персональное устройство. Иными словами, когда мы говорим о решении для стационного центра и оборудования X-TRON, у нас есть большой класс устройств для различных целей, для обработки коммутации видеосигналов, для работы с одним дисплеем, для показа нескольких источников на одном дисплее, для показа большого количества источников на большом количестве дисплеев. Это может быть одна видеостена, один экран, это может быть один монитор оператора, либо губернатора, допустим. Также у нас есть большая возможность интеграционных опций, мы можем интегрировать различные источники не только из одного помещения, но и из комнат, которые располагаются в рамках одного здания, в рамках нескольких зданий. И всем этим, естественно, мы можем управлять. То есть, опять же, я хочу подчеркнуть то, что решение, которое у нас есть, это от кабеля, когда человек пришел, до системы глобального менеджмента. Все это обеспечивает оборудование, которое мы производим. Давайте не будем сбавлять темп, рассмотрим то, что у нас есть предложить с точки зрения онлайн-образования, какие решения мы позиционируем. Во-первых, почему это сейчас считается актуальным? Потому что сейчас многие лишены возможности посещать очно различные учебные мероприятия. То есть, университеты закрыты, но учебный процесс останавливать нельзя, особенно на месяц, либо больше. Поэтому сейчас основная задача как преподавателей, так и студентов, учеников – это доступ к контенту. То есть, необходимо наладить взаимодействие тех, кто генерирует, тех, кто производит контент, в данном случае, могут быть учителя, либо преподаватели, с тем, кто его потребляет, тем, кто должны с ним ознакомиться, это учащиеся, либо студенты. Таким образом, у нас есть определенный зазор между производителями контента и тех, кто его потребляет. И оборудование экстронно позволяет, скажем так, закрыть данный пробел и обеспечить связь одних с другими. То есть, обеспечить информацией в реальном времени, обеспечить стриминг контента. И в то же время, дополнительно обеспечить раздаваемыми материалами запись в асинхронном формате. Как мы это можем сделать? Во-первых, мы можем это с точки зрения постановки задач. Задачи могут стоять разные. Это может быть домашнее рабочее место преподавателя, а может быть, нам необходимо обеспечить информацией, широкую аудиторию, не только показывать презентацию, которую подготовил преподаватель, но и показывать, допустим, информацию с лабораторидах установок, с каких-то различных комплексов, когда у нас есть материальное обеспечение, которое доступно только, допустим, в университете. От домашней студии до большой аудитории, до большого конференц-зала с большим количеством дополнительного, допустим, видеокамер, с большим количеством источников мультимедиа, документ-камер, у нас есть оборудование, которое позволит взять информацию от преподавателя и передать ее потребителям. Как пример, пару кейсов можно рассмотреть. Это использование энкодеров SME и SMP-устройств, энкодеров процессоров потокового вещания. Когда мы берем контент от преподавателя, из дома, либо же из университетской аудитории, и передаем его в службу доставки контента, то есть это Content Delivery Network. То есть когда мы, фактически из одного места вещая на стриминг-сервер, с него получаем соответствующую возможность работы с контентом для большого количества пользователей. То есть это не просто обещание в рамках одного здания для трех потребителей, но это на сотни и тысячи пользователей мы можем организовать обещание с помощью того, что передаем контент с энкодера на сеть работы с контентом. Опять же, мы можем как облачный сервис использовать, также мы можем использовать то, что есть в организации, так называемое on-premise решение, то есть установленное в локальном дата-центре. Для того, чтобы упростить и систематизировать доступ к контенту, мы, например, можем использовать Content Management System. Наше устройство поддерживает интеграцию с различными CMS-системами, в частности с такими, как Panopto и Kultura. К примеру, здесь есть таблица сравнения стриминг-серверов, которые мы можем использовать для того, чтобы обеспечить доступ к контенту. Facebook и YouTube – это облачные сервисы. По ноте и культуре мы можем, соответственно, купить как подписку, так и разместить в локальном дата-центре. Опять же, когда у нас есть своя локальная CMS-система, мы можем обеспечить менеджмент пользователя, раздать права, кто что может делать, и систематизировать работу. То есть мы можем облегчить создание и доступ к контенту как с точки зрения создателя контента, так и с точки зрения потребителя контента. И для этого, скажем так, есть наше аппаратное устройство, предназначенное для организации стриминга и вещания. От образования перейдем к корпоративным коммуникациям. То есть сейчас корпоративный сегмент переживает бум удаленных звонков, удаленного работы, и все больше и больше людей понимают то, что малыми средствами мы можем достичь большего. То есть многие используют Zoom, многие используют Teams, Skype for Business и так далее. И, скорее всего, будет тенденция к тому, чтобы в большинстве случаев уйти от специализированных решений и перенести опыт, который руководители получили от использования Zoom, Skype и Teams, в переговорные комнаты. То есть фактически сейчас у нас чаще всего популярны Zoom, Skype for Business, Teams. На Западе еще есть популярность Google, Adobe Connect. Но часто мы должны отдавать себе отчет, что домашнее использование – это хорошо, и те подходы, которые мы используем дома, с точки зрения удобства, нужно и правильно переносить в офис. Но все-таки качество работы с профессиональным мультимедией про него тоже не стоит забывать. Поэтому у нас есть интеграция с Logitech или Lenovo производителями, когда мы можем соединить, скажем так, функционал софтверных кодеков с профессиональным оборудованием мультимедиа, то есть использование профессиональных камер, профессиональных микрофонов, организация групповых комнат видеоконференц-связей и интеграция с инженерными системами. То есть мы можем не просто поставить ноутбук с установленным Teams, а мы можем сделать такое помещение, где комфортно работать, нажав одну кнопку, включить монитор, раздвинуть шторы, приглушить или наоборот сделать ярче свет. Это нам даст, во-первых, возможность упростить взаимодействие пользователя с комплексом, и с той же стороны мы можем достичь автоматизации работы с инженерным оборудованием. То есть, опять же, у нас есть оборудование, которое позволяет интегрироваться с различными коллаборациями, инженерационными системами, допустим, Google, Skype for Business и так далее. Если требуется интерактивное взаимодействие, у нас есть Mediaport 200, когда мы можем подключить любую периферию профессиональную. То есть у меня сейчас стоит на моем рабочем столе как раз такой мини-стенд, где мы можем с вами сейчас общаться, я говорю через микрофон пограничного поля, то есть такая лягушка, которая лежит на столе, я могу оборачивать головой, комфортно разговаривать. У меня есть два динамика, которые подключены к профессиональному усилителю мощности, и вся эта периферия подключена через Mediaport 200. То есть это шлюз между профессиональным мультимедиа и софтверными кодеками, которые могут быть установлены не только на ноутбуке, но и в нюках различных мини-ПК и так далее. Для того, чтобы все это мониторить, все это систематизировать, у нас есть дополнительный инструмент, который называется Global Viewer Enterprise. Что это значит? Это инструмент для удаленной техподдержки, мониторинга и управления оборудованием. То есть в нем мы можем видеть статус всех систем, подключенных к Global Viewer. Это позволяет нам делать, сохраняя статистику использования. Имея статистику, мы можем строить различные тренды и получать актуальную информацию об использовании. Это нам дает возможность правильно прогнозировать и закладывать расходы на апгрейд и поддержание нашей мультимедиа-системы, что из себя представляет Global Viewer Enterprise. Это, с одной стороны, оконечное оборудование, расположенное непосредственно в комнатах, проектора, дисплеи, которые подключены к контроллеру управления. С другой стороны, это серверная часть, которая располагается в дата-центре. То есть фактически Global Viewer Enterprise устанавливается на виртуальную машину и предоставляет терминальный доступ для специалистов через веб-портал, где они могут посмотреть список всех оборудований, всего оборудования, что используется в нашей системе, управлять данным оборудованием, смотреть статус, и, что немаловажно, реализовать различные сценарии управления. То есть, помимо того, что вживую можно будет управлять данными приборами, но мы можем задать сценарное управление. Допустим, у нас есть большое помещение, есть контроллер управления, есть панель управления, свет, и мы задаем сценарий. В 8 утра мы все включаем оборудование, в 8 вечера мы все выключаем. Поэтому это очень удобно с точки зрения эксплуатации больших комплексов. Опять же, мы сейчас вкратце посмотрели часть оборудования и часть решений, которые на нем можно организовать, и для того, чтобы не запутаться в многообразии тех линеек, что у нас есть, того оборудования, что мы предлагаем, у нас есть сайт, довольно удобный, коллеги, с различной информацией о оборудовании, о решениях, которые можно сделать на данном оборудовании, а также с технической информацией, общей технической информацией, с теорией относительно того, как работает звукоусиление, видеокоммутация, система управления, то есть сетевые вещи, как, допустим, работает мультикасс для... и так далее. Для расширенного доступа к нашему сайту есть External Insider аккаунт. Коллеги, если кому необходимо, пишите на нашу почту российской команды для его открытия. Помимо информации на сайте, у нас есть обучающие программы, как онлайн, так и те, которые проходят в московском офисе. Сейчас, к сожалению, у нас все обучающие программы, которые проходят очно в московском офисе, отменины, но призываю пользоваться онлайн ресурсами, они асинхронные, заранее созданные материалы с тестами, сертификациями, которые позволяют обновить, систематизировать знания относительно мультимедиатехнологии, технологии систем управления. Но на этом мы не остановились. Мы сейчас усиленно переводим наши сертификационные программы, которые мы делали для наших партнеров очно, в онлайн формат. То есть мы собираем группу до 10 человек и читаем сертификационные программы для того, чтобы была возможность развиваться в том числе в таком удаленном формате. Сейчас доступен один курс, мы разрабатываем дополнительные программы. Все ресурсы структурированы, систематизированы у нас на сайте. Пользуйтесь, если какие-то вопросы есть, все контакты, опять же, есть на сайте. Пишите, звоните. У многих, я думаю, что есть мои контакты, либо контакты Александра. Мы тоже с радостью вам поможем. Доступны по почте, по телефону. Коллеги, при необходимости сделаем удаленный семинар Zoom, Teams. Все, что вам потребуется. На этом я хотел бы остановить такой краткий обзор и продолжить рассматривать вопросы, которые у нас есть, подискутировать с Ольгой, подключить Александра Руднева. Я думаю, что мы можем сейчас продолжить эффективное общение. Надеюсь, что мне презентация дала пищу для вопросов и размышлений. Спасибо, коллеги. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей. Пока коллеги продумывают свои вопросы, я начну озвучивать те вопросы, которые нам прислали заранее. Конечно же, коварные. Как иначе? Ну, давайте начнем с простых. Расскажите про интересные примеры внедрений и знаковые проекты. На самом деле, у нас большое количество проектов. Ну, вот мне нравится ваш флагманский Сибур. Уж очень он красив. Я думаю, что... Александр, ты нас слышишь? Я думаю, что тебе хорошо получится рассказать о себе данного проекта. Сейчас мы увидим Александра. Ура! Добрый день. Действительно, Сибур — это был штаб-квартира Сибур. Проект действительно интересный. Собран целиком на X-троне с использованием и контроллеров Видеостен Квантом и Матриц XTP. Плюс там была развернута система мониторинга Global Viewer Enterprise для удаленной поддержки, для мониторинга за использованием оборудования, за пробл-шутингом. Собственно, проект был настолько успешный, что в итоге те сенсорные панели, которые туда были предложены, X-трон, для подключения ноутбуков и управления комнатами и переговорными через сенсорную панель, встроенный в лючок, они стали стандартом для Сибура и активно используются и во всех стали использоваться как стандарт во всех последующих проектах. Так что действительно опыт у нас большой и в корпоративном секторе, и в образовании, и в центрах мониторинга. Квантом один из таких, в общем-то, действительно лидирующих оборудования в контроллерах Видеостен с поддержкой 4К60 они идут. Видимо, скоро будет 8К разрешение, будем и 8К поддерживать. Поэтому опыт есть. Квантом мы зарекомендовали себя действительно как очень надежные, функциональные решения, и многие партнеры знают и используют их как действительно такой контроллер Видеостен и бесподрывный коммутатор. с поддержкой светодиодных стен, обычных, скажем так, LCD-видеостен. Так что, да, готовы поддержать в проектировании, опять же, многие ценят нашу помощь во время пусконаладки, техническую экспертизу по проектам. Так что будем рады вам помочь в подборе решения, в пусконаладке и в последующей поддержке. Следующий вопрос у нас уже поступил из аудитории участников. Как получить учетную запись инсайдер простому инженеру без предоставления информации о проектах и заказчиках? Уже был негативный опыт по данному вопросу. С кзырей пошло. Смотрите, да, то есть доступ мы предоставляем тем компаниям, которые работают с нашим оборудованием, то есть это такая некая партнерская часть нашего сайта, где содержится вся техническая информация относительно устройств, которые используются, дополнительно инженерные инструменты, калькуляторы и так далее. То есть, в принципе, доступ получить довольно просто. Достаточно делать проекты на оборудование XTROM, то есть надо использовать оборудование и, соответственно, коллеги, мы вам максимально поможем с информационной поддержкой. Ну, в общем, все сложно, мы поняли. Следующий вопрос из заранее присланных. Появились ли какие-то новые продукты или решения в связи с пандемией? Вы знаете, мы не прекращали разработку и выпуск продуктов, которые мы запланировали. У нас довольно большое количество оборудования запланировано. К счастью, пандемия, счет, которым мы живем, идет не на года. Нам бы выпустили все, что мы запланировали. Я думаю, что анонс и, естественно, идеи новых продуктов у коллег появились, но пока новых анонсов мы не слышали. Я думаю, что надо продолжать некоторое время. Ну, если конкретно связанных с пандемией, у нас вышел гайд, как правильно и авторитетно протирать сенсорные панели. Акративный ответ, да. Ну, тоже хорошо, на самом деле. Это правильно. Частота рук и сенсорных панелей и наше все. Так, следующий вопрос, на самом деле, думаю, многих волнует, потому что этот вопрос задают практически на каждом вебинаре. Как у вас сейчас с проектами, запросами? Чувствуется ли снижение рынка, не чувствуется снижение рынка или наоборот? У вас все так хорошо, что теперь вы не успеваете обрабатывать запросы? Расскажите нам, пожалуйста, как вы себя ощущаете с проектами? На самом деле, X-Tone – это проектная организация. То есть у нас… Ну, понятно, у вас это всегда проект, это не продажа какой-то одной железочки. Мы, скажем так, хотим померить температуру по рынку. Как у вас средний побольше? Лучше стало или хуже? Смотрите, есть различные, как мы сказали, решения, которые приобрели актуальность. Да, по каким-то решениям запросов стало больше, чем обычно, но в среднем можно сказать, что взрывного роста запросов мы не наблюдаем, но и без дела мы не сидим. То есть в целом есть незначительное спадение запросов, мне кажется, относительно адаптации к новым условиям, потому что многие делали офисы удаленно, переводили бизнес-процессы для того, чтобы работать с определенными командами. Мы не видим, скажем так, катастрофического спадения запросов. Падение запросов. Саша, поправь меня, если я не прав. Мы рады. Так, еще. Пока у нас из аудитории вопросов не поступает. Расскажите, пожалуйста, подробнее про сервисную поддержку. Ну вот, предположим, предположим, хотя я не знаю случаев, чтобы ваше оборудование ломалось, но все равно все спрашивают про это. Сделали проект, все поставили, и вдруг, вдруг что-то вышло из строя. Как быстро вы можете помочь нам и нашему заказчику исправить эту ситуацию? так, Саша, давай как-нибудь попробуем совместно ответить. Давай, начинай. Я подключу. Смотрите, да, у нас есть стандартные гарантийные обязательства, которые мы обеспечиваем. Они указаны у нас на сайте, там показаны все гарантийные сроки на наше оборудование. Можно сказать, что большинство нашего оборудования имеют гарантийный срок три года, то есть, это тот период, который мы гарантируем как гарантия. Часть оборудования имеет большие сроки. Допустим, блоки питания, которые мы производим сами из тех компонентов, которые мы выбираем, имеют гарантийный срок семь лет. То есть, фактически, если возникают какие-то не было проблемы с данным оборудованием, с блоком питания, период семь лет, мы его максимально быстро решаем. С точки зрения гарантийной поддержки, у нас в нашем московском офисе находится гарантийная мастерская, у нас работает инженер, сервисный инженер, обеспечивающий функционирование данной гарантийной мастерской, и все гарантийные случаи, которые, к сожалению, с нашим оборудованием тоже не часто, но случаются, мы закрываем непосредственно в нашем московском офисе. Так что, коллеги, если возникает какая-то проблема с нашим оборудованием, звоните на горячую линию, которая доступна на нашем сайте, это 8800 и так далее, телефон, мы готовы помочь с любыми возникающими вопросами. Спасибо. Опять же, фактически наш сервис-инженер это единственный специалист, который не был переведен на удаленную работу, Сергей, его зовут Сергей, каждый день с 9 до 6 вечера в московском офисе обеспечивает функционирование нашего гарантийного сервиса центра. Остальные сотрудники посменно. У меня вопросы закончились. Дорогие участники, кто-нибудь хочет выйти в эфир и вживую пообщаться с ведущими? Вдруг кому-то лень писать? коллеги? Я свой личный вопрос задам. Расскажите, вот я что вас спрашиваю, скажите нам, пожалуйста, про какой-нибудь смешной случай на объекте. Что-нибудь такое, какой-нибудь IT-анекдот, который произошел при внедрении. Саша, что у нас не под индии? Какие смешные случаи не под индии? Смешные случаи не под индии? Вот у меня, например, был прекрасный случай, всегда такие вещи случаются в декабре, примерно после 15 числа и ближе к 31. И всегда это происходит в государственных заказчиках. Привезли абсолютно гломающуюся железку на объект, а она не запустилась. У производителя, как это ни странно, нашлась тут же в Москве подменная железка. Привезли, она не запустилась. И чтобы не потерять лицо, производитель поехал в свой главной офис за границей и в чемодане в течение суток привез новую, которая запустилась. Мы все дружно не потеряли лицо и запустили проект. Мой замечательный опыт. Представляете, сколько нервов? Да, под Новый год действительно всегда интересно, многие активируются, нужно что-то, да, все хотят собрать все за один день и ситуационные центры, и переговорки. Ну, тут мне из последнего понравилось, вот мы собственно запускали первый в России проект на NAV, и было очень много волнений и подготовки, хотелось все сделать идеально, и в итоге действительно был некий сюрприз, потому что, ну, как вы знаете, на объектах всегда есть какие-то риски, да, что-то там запускается, что-то требует большего внимания, вот, и в итоге оказалось, что NAV это было именно то оборудование, которое запустилось сразу, да, и в общем к нему было меньше всего вопросов, да, вот бывают такие приятные сюрпризы во время запуска. Так, о, появился вопрос. В чем отличие системы X-Tron от Crestron? Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Сергей, за коварный вопрос. Это правильный вопрос, коварный. Следующий будет еще коварный. Саша, пояснишь? У нас большой, мне кажется, опыт. Ну, тут действительно вопрос хороший. Мы X-Tron, в первую очередь, инженерная компания, и это сквозит через, собственно, все наши сервисы и точки взаимодействия, которые у нас присутствуют, да, начиная там от технической экспертизы по проектам, и заканчивая технической поддержкой нашу готовность выехать на объекты, помочь запустить, помочь решить какие-то сложные моменты. Да, то есть мы меньше упираем на маркетинг, на какие-то сейловые лозунги, да, и продажу красивых фантиков и оберток, да, мы больше ориентированы именно на какие-то такие технические фишки, фичи. У нас часто за это как-то, наверное, к нам обращаются, говорят, ну, где же у вас презентация для сейлов, мы хотим как бы иметь какие-то такие вот красивые продающие слайды, да, вот в экстроне они все технические, да, у нас все презентации, это вот наши серые коробочки, их можно подключить вот так и здесь будет лучше работать, здесь будет быстрее переключаться, да, то есть мы именно больше сфокусированы на корпоративном секторе, не на домашнем, да, там, в отличие от наших конкурентов, мы готовы работать с долгими проектами, которые проектируются, запускаются, да, то есть с инфраструктурными какими-то вещами, у нас более обширная продуктовая линейка, у нас мы выпускаем больше устройств, там, одной крепежки, мне кажется, у нас там более 500 позиций, да, там, чтобы можно было и на REC смонтировать, и на проектор, и за дисплей, вот, ну и в принципе по всему этому мы очень сконцентрированы на на сервисе, да, на том, чтобы устройства, которые мы выпускали, были максимально по возможности надежны, работали, да, то есть X-Trone это вот как бы такая некая концепция, то есть мы с нами выгодно сотрудничать на долгий забег, да, то есть если как бы вам интересно, да, стратегически работать долго, да, то мы как раз вот тот партнер, с которым можно уверенно строить такие проекты, которые у вас выстраиваются в одну инфраструктуру, да, мы не нацелены на какие-то быстрые деньги, для нас важно именно вот такое партнерское общение, когда мы вместе с вами проектируем, запускаем проекты, получаем от вас фидбэк, какие устройства подклады новые получить, что доработать в существующих, и, ну, в общем, совместно строим действительно крутые проекты, которые можно выдвигать на различные премии, Innovate, да, и, в общем, действительно как-то быть уверенным и со стороны интегратора, и со стороны конечного пользователя, что там X-Tron, если вы пошли с X-Tron в проект, то проект точно завершится успешно и все заработает. Ну, собственно, следующий вопрос поступил мне в личных сообщениях, но от этого он мне не коварно не становится. Спрашивают про цены образования, сравните себя с конкурентами. И этот вопрос всегда задают на каждом вебинаре. Мы говорим, наша организация это проектная, сравнивать надо решение не только по стоимости, в совокупности факторов. Эффективность, надежность, коммерческий вебинар один из составляющих сравнений. Рынок конкурентный, то есть мы с вами не работаем в условиях какой-то монополии. То есть весь рынок конкурентный. Если вам предлагают какое-то решение, про которое говорят, что оно более функционально, чем все остальные, еще и дешевле, такого не бывает. То есть если оно такое классное, почему оно дешевле? Поэтому X-Tron не самый дешевый производитель для покупки, но у нас точно самая низкая стоимость владений. Хорошо, спасибо. Так. Взаимодействие с брендом начинается с этапа пресейла, то есть всем комфортно. Это и команде, которая разрабатывает проект, команде, которая продает, внедряет и в дальнейшем заказчик, когда он его поддерживает в рабочем состоянии, максимально застрахован и от любых неожиданностей с помощью качества оборудования и в том числе нашей поддержки. То есть у нас как некий лозунг это 3S solution service support, то есть это в принципе такой креугольный камень всей нашей работы, всего нашего корпоративной этики. А, кстати говоря, может быть расскажете знаете о чем? Я вот была в вашем демо-центре. Расскажите, как организовать уже будет можно это организовать, например, экскурсию для заказчиков. Какие есть возможности, какие ограничения по количеству участников, и что у вас в демо можно посмотреть. Да, действительно у нас большой красивой экспозиции, на самом деле она регулярно обновляется, у нас часть оборудования, которую мы выставляем на SR, приезжает к нам в офис, потом его можно будет в течение года посмотреть не только на стенде, но и в нашем офисе. Есть часть постоянной экспозиции, в том числе большинство флагманских устройств, например, Quantum Ultra, оборудование системы управления, звукоусиления, можем послушать различные модификации колонок, в том числе и сабвуферы, такие узкоспециализированные решения, как саундбары, можем как раз посмотреть решения до стриминга, как они работают. Это все можно сделать посредством нашем офисе, потрогать, пощупать, пытаться сломать. И для того, чтобы попасть в наш офис, не надо делать никаких сверхусилий, необходимо договориться со мной, либо с Александром, мы с радостью, потому что одна из основных задач нашего офиса, проведем экскурсию, согласуем дату, согласуем количество, любое разумное количество мы приветствуем. Отлично. Скорее бы нам уже разрешили ходить по всяким местам. Да, мы как раз с нетерпением ждем, мы вот на самом деле закупили двойную дозу санитайзеров, перчаток, на всякий случай резервный запас масок, если то, что уже можно перемещаться по клиентам, клиентов приглашать. У нас бы нас ждать. Мы ждем вас с распростертыми объятиями, да, и с заправленными санитайзерами. Замечательно, просто замечательно. Так, коллеги, что-то нам вопросов не поступает. Всем все понятно, все ясно, никто не хочет спросить что-нибудь коварное. У нас сегодня много коварных вопросов. давайте мы спросим что-нибудь. Коллеги, как вы считаете, какие ближайшие полгода, год будут максимально актуальные решения, вот может быть кто-то поделится идеями, то есть именно решениями, то есть что выстрелит, удаленная коллаборация, это решение для стриминга, либо это же сейчас сентября все наладится и все будут ходить на работу, в школу, без всяких ограничений. Как вы считаете, что сейчас будет максимально актуально? Полгода, год, либо ничего не изменится, как сейчас есть, так и есть. Знаете, я вчера поняла, что никто не хочет больше на работу уходить. Вчера один заказчик прислал запрос, увидел, что многие заказчики другие уже у себя реализовали и тоже хочет проект виртуальной переговорной комнаты с индивидуальными аватарами, различные варианты по дизайну комнат, различные помещения, то есть в офис вообще не хотят. И вот мне кажется, не хотят ходить на работу, хотят сидеть в виртуальной реальности, при том, что там же в виртуальной реальности себя можно даже покрасивее нарисовать, то есть мы сейчас все выйдем с карантина примерно как вот эти вот персонажи мультика Волли, когда они такие толстенькие, кругленькие катались, вот, и мы такие толстенькие, кругленькие на гироскутерах будем кататься, а в виртуальной реальности можно себе красивый торс нарисовать, пляжу готово, вот, как-то вот так. Ну, это так, на самом деле сейчас это же очень интересная актуальная тема по поводу проектов в виртуальной реальности. Мне кажется, вот эта история будет развиваться. И, конечно же, стриминг, однозначно. Стриминг никуда не денется. Потому что нам все равно придется жить в новых реалиях с этой социальной дистанцией, нам придется по-новому организовывать офисное пространство, нам придется менять правила проектирования помещений или модернизировать помещения. И, как показала уже двухмесячная практика, большая часть сотрудников прекрасно работают дома, гораздо эффективнее, продуктивнее и очень хорошо себя чувствуют. Ну, понятно, что не все. Многие нас тут предупредили, что мы скоро начнем выходить в офис, и многие уже практически в очередь стоят, хотим в офис, хотим в офис, а кто-то нет. Я знаю, что ряд крупных компаний действительно, HR уже прислал письма с предложением остаться дома и не выходить в офис. постоянного, без вариантов. Так, Алексей Богданов нас спрашивает, перегородки X-Tron для переговорных планируются? Что имеется в виду? Какие перегородки? Брендированный X-Tron? Мне кажется, раньше будут VR-шлемы. От VR-шлемов, коллеги, у нас у всех будет кружиться голова. Можно пока рекомендуем полочки X-Tron, можете установить в качестве заградительного барьера в офисном пространстве. Я предлагаю загородиться каким-то экраном. Тем лучше, да. Ну, все может быть. Действительно, мы видим, начинает резко расти спрос на переговорные комнаты с поддержкой Zoom либо любых других софтверных кодеков VKS. Кто-то для себя открыл Discord, например, или TikTok, да, потому что какие-то софтверные клиенты, там, тот же, там, Teams или Zoom в какой-то момент не справлялись с их сервером с нагрузкой, да, и приходилось использовать какие-то такие игровые платформы для общения. Вот, так что действительно интересно, да, меняется концепция офиса. Такое время, когда, в общем, на самом деле с точки зрения аппаратной и программной инфраструктуры мы как производитель готовы предложить решение для Zoom и для Teams, да, у нас там партнерка с Lenovo теперь есть для Teams и с Logitech Zoom мы там нативно поддерживаем. В целом есть варианты апгрейда существующих офисов на поддержку софтверных кодеков, есть решения по новым офисам. Да, это то, о чем, да, там, мне кажется, лет 10 говорили, как здорово удаленные работы, вот такой большой социальный эксперимент, который показал, что действительно большое количество людей может очень эффективно это делать, да, и как бы это можно контролировать, получать качественный продукт на этом, и, собственно, зачем тогда набивать всех в как это в открытое пространство офиса, да, когда, в общем, можно обойтись какими-то временными рабочими местами, и перегородками в переговорках, да, для ограничения социальной дистанции. Я думаю, что в области IT-проектов, мультимедийных проектов нас в ближайшем будущем ждет однозначный совершенно взлет, просто так как жизнь изменится, потребуются ваши и наши экспертизы и руки для организации новых проектов в новом формате, в новых реалиях жизни. Мы однозначно будем ждать взлета. Действительно, сейчас видно, что все активизировались и пошла активность уже в мае, проекты стартуют, отложенный спрос стартует, корректируются проекты с учетом какого-то дополнительного запроса на удаленные работы и все остальное, но в целом без мультимедий, в общем, как выяснилось, никуда, без видеоконференции никуда, так что это только новые возможности реализовывать интересные проекты, да, и действительно быть как это бизнес essential провайдерами, то есть теми людьми, которые помогают делать бизнес более эффективным, быстрым и удобным для использования. Так, ну что, коллеги, на этой радостной ноте о том, что нас ожидает однозначный взлет и вообще скоро нас всех выпустят и взлет, и будем ходить друг к другу в гости, и санитайзерами запаслись, и все у нас хорошо. если нет никаких дополнительных вопросов, еще даю пару минуточек на последние вопросы, предлагаю закончить нашу встречу, очень-очень рады были вас видеть в эфире, очень рады пообщаться, до новых встреч, у нас наши горячие линии на разные темы происходят постоянно, завтра будет очень интересная тема быстрый переезд офиса, иммиграция IT-сервисов в меняющейся рыночной конъюнктуре, очень актуально, однозначно, совершенно, ждем вас на новых наших вебинарах, мы не прекратим формат горячих линий, даже когда нас выпустят, потому что вебинары вебинарами, а учиться все устали, все хотят общаться и соскучились. Большое спасибо коллеге, что пришли к нам, спасибо Сергею, спасибо Александру и всем, кто слушал сегодня наше вещание. Всего доброго. Всем спасибо. Спасибо большое за приглашение, спасибо компании Jet, было очень интересно. Спасибо коллеге, что слушали нас, задавали вас.